Главным украшением города в этот день стали воздушные шары в форме сердец. В парке Ривьера чествовали около двухсот пар. Семья Адамовых вышла из ЗАГСа всего несколько часов назад. Молодожены верят, что жениться в такой день – это хорошая примета. Мы готовились год, специально подбирали. Этот день символизирует любовь, верность. У нас будет долгая жизнь, хорошая семья, много детей. Молодые, золотые пары, их дети, родственники и друзья – всего три тысячи человек. Прошли парадом по парку. На пути их сопровождали ведущие в костюмах Петра и Февронии. Для всех в честь праздника – бесплатное мороженое, аттракционы и конное шоу. Мы каждый год привносим что-то новое, что-то интересное, что-то нужное нашим горожанам. Вот в этом году мы изменили концепт праздника и пригласили семьи всех наших представителей отраслевых управлений. Семьи, которые могут быть примером, в этот день получили благодарственные письма и подарки. Накануне золотую свадьбу отпраздновали Марина и Георгий Байгут. Супруги говорят, главное в семейной жизни – терпение и умение вместе радоваться. Полное счастье, радости, оптимизма и энергии. И желательно, чтобы было в дальнейшем все так же хорошо. В Сочи более 4,5 тысяч многодетных семей. Одна из них, чета Бондаренко, уже перешагнула серебряный рубеж совместной жизни. Семеро взрослых, пятеро детей. Есть еще и домашние животные – собака, кот, кролик и черепаха. Позитивный настрой позволяет пережить любые трудности, считает многодетная мама Светлана Бондаренко. Пока все спят, я быстренько занимаюсь животными, огородом. У меня положительные эмоции. И потом все происходит уже по накату. Мне уже весело. Ну, под конец, конечно, моего рабочего дня, часов в 12. Я уже радуюсь, что уже все, как бы, дети уложены. У меня постоянный, наверное, позитив постоянный. Стараемся здесь теперь, в воскресный день, все собираться. Накрываем столы, все помогают, все знают, что делать. И собираемся и празднуем. У нас уже двое внуков, двое внучек. Сейчас еще одна будет третья. Это большое пополнение для нашей семьи, большая радость. Вон они бегают здесь. Светлана и ее муж Сергей вместе со школьной скамьи. Учились в одном классе, сидели за одной партой. Верность, доверие, любовь и поддержка – вот их нехитрый рецепт счастливой жизни, который они передают детям. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.